Друзья, всем привет! Вы на канале Светлана Киселева. Я испеку пасхальный каравай, которые пекут и на Пасху, и на Радоницу, и на Троицу. Продуктов нужно совсем немного, но получается и красивый и вкусный. Для этого нам надо 30 грамм прессованных дрожжей, развести кислым молочком 250 мл. Я сейчас накрою крышечкой дрожжи, пусть они распускаются. Теперь будем замешивать тесто. Что для этого надо? Да, забыла сказать, в опару я еще положила столовую ложку сахара. Для теста нам надо 2 яйца, щепотку соли, 5 столовых ложек сахара, здесь 4, 1 положила я в опару, масло 100 грамм сливочного, 50 грамм нам надо оставить. Я уже отложила и вливаю опару. Такая шапочка хорошая получилась. И все это сюда. Перемешиваем. Затем постепенно буду водить на фрук. Муку, конечно, очень хорошо бы просеять 2 раза, чтобы она еще больше засытилась кислородом и легче поднималась тесто. 2 столовые ложки сметанки сюда, 1 грамм 50 где-то. Муку небольшую порцию. Мука вся просеяла уже. Сначала ложкой замешиваю тесто. Муку просеяла не все, немножко оставила. Сейчас посмотрю, как будет тесто себя чувствовать, потому что мука у всех производителей разная. Пополам. И с них стадают жарики. 8 сантиметров стоворода. И каждый шарик раскатаем на лепешечке. Так же хорошо поддается. Каждую лепешечку надо смазать маслом. И выкладываем на сковородку. Следующую лепешечку также смазываем маслом. и кладем внахлёст на первую. Сейчас я покажу поближе. Вот таким образом укладываем по кругу все шарики. Вот такой вот каравай получился. Ставлю его на растойку минут на 20-30. Тесто хорошо подошло. Здесь у меня 2-3 ложки бунжута и столовая ложка сахара. И посыпаю ее. Духовка разогрелась. Духовка 200 градусов. И поставим туда минуточек на 30-40. Вот там посмотрим. Так хорошо посыпать все. Замечательно. Друзья мои, каравай готов. Вот он высоченный. Все пропеклось изумительно. Так вот он выглядит. Так что, друзья мои, пеките куличи, сдога, каравайи. Радуйте своих родных, близких. Ни в чем себе не отказывайте. Ну и спасибо, кто был со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока-пока.